Здравствуйте! В эфире в центре внимания в студии Евгения Монакова. На пять дней в тропиках оказались наши туристы. Действительно, заложники ситуации. Находились они в городе Хайко. Не знали, удастся улететь или нет в связи с поломкой самолета. И сегодня уже, слава богу, мы можем сказать, что все они прилетели домой. И у нас в студии находится руководитель туристического агентства, которое в том числе оказалось среди вот этих туристов. Оксана Гаврилова, от нее мы, собственно, узнаем все подробности. Здравствуй, Оксана. Добрый день. Оксана, ну понятно, что сейчас еще пока после такого непонятного совершенно, непонятной ситуации, да, в течение пяти дней, потом еще перелет, сколько времени занял у вас? Пять часов из Хайкова до Хабаровска, и в течение буквально пары часов мы уже были в Благовещенске. Ну, действительно, после всего этого, я понимаю, что у тебя еще пока не то состояние, которое хотелось бы, но тем не менее, уже то, что вы прилетели, это прекрасно. А как так получилось, что действительно на пять дней застряли в тропиках? Это как вообще? У нас рейс был назначен на 22 число, в полвторого ночи мы должны были вылетать. И поскольку аэропорт находится, мы находились в Санья, то есть все туристы находятся в курорте Санья. Аэропорт находится в 280 километрах от Саньи. Нас заблаговременно выселили из гостиницы и привезли в хороший очень отель, в аэроотель, в самом аэропорту, для того, чтобы мы отдохнули, уже покушали и приехали в аэропорт. В 11 часов мы приехали в аэропорт, рейс начался по расписанию, прошли таможню, очень длительный контроль у китайцев, со стороны китайцев идет. И уже фактически перед посадкой было объявление о том, что в связи с технической неисправностью рейс откладывается. Ну, часов до трех, наверное, мы просидели в аэропорту, уже многие спали, потому что все-таки середина ночи была. И в четвертом часу подошли и нам сказали, чтобы мы проходили снова на таможню очень быстро. Все-таки это 285 человек. Очень быстро нас пропустили через таможню, выдали багаж, абсолютно мы ничего не понимали. И мы остались ждать. Ждали мы до утра, вот это, наверное, ну, тоже одно из самых таких сложных моментов было, потому что не было ни воды, то есть просто зал ожидания, пассажиров с детьми уложили на кресло, а мы находились, кто-то на полу сидел, я кинула пуховик, прям легла на стол, потому что спать уже очень сильно хотелось. И была абсолютная тишина, никто не плакал, не паниковал, то есть мы ждали. Связи ни с кем не было, и уже в половине примерно седьмого приехали переводчики китайские, ну, потому что все-таки очень большой борт, начали приходить автобусы и забирать пассажиров с детьми. А сколько было пассажиров? 285 человек. Дальше, ну, понятно, что вот случилась такая ситуация, да, обратно возвращаться в Санья, я так понимаю, никто не планировал, да? Не планировали, потому что не было абсолютно никакой информации по рейсу. Буквально каждые 6-8 часов нас просили находиться в гостинице, потому что мы были на связи с гидами, проводились собрания, нас либо переселяли из отеля в отель, то есть мы не находились постоянно в одном отеле, потому что места заканчивались в гостиницах, и мы собирали чемоданы, то есть фактически мы все эти 5 дней были в режиме ожидания, в напряженном. Когда у нас было время, мы, конечно, выходили где-то и погулять, потому что находиться постоянно в отелях, а это очень бюджетные китайские гостиницы были, ну, было очень сложно. И то питание, которое нам предоставляли, ну, не все далеко могут это есть, во-первых, это было абсолютно одно и то же, это рис был съедобного, все остальное было острое. Ну, это понятно, Хайкоу не туристическое место, да, и поэтому, соответственно, все гостиницы, они тоже рассчитаны не на иностранных туристов, а на китайских, и поэтому и стол, рацион, соответственно, тот, который любят китайские граждане. Ну, и все-таки это был эконом-вариант. Да, это был эконом-вариант. Оксана, ну, вот для тех, я знаю, что очень многие, естественно, недоумевают, ну, в чем проблема, да, на 5 дней пробили себе отпуск, остались, а вот действительно для того, чтобы понять, что же это такое, наверное, нужно видеть и понимать ситуацию каждого туриста. Ну, так как ты уж волею судеб там оказалась, да, я знаю, что вы ехали в рамках своего собственного инфотура, да, решили посмотреть отели, ну, и вот так вот попали действительно с туристическими группами. Вот какие истории, опять же, почему так сложно и страшно оказаться в чужой стране на неопределенное время? Ну, самая первая, конечно, проблема, с которой все столкнулись, это закончились наличные деньги, так как уже была объявлена посадка, я сама лично пошла последние 5 юаней, которые у меня были, отдала нам бутылку воды в самом аэропорту. Как правило, так делают абсолютно все туристы, хочу сказать. Да, чтобы просто не вести с собой наличку. Но у меня оставалось еще 200 юаней непотраченных, поэтому вода, кстати, нам не предоставлялась, то есть питание предоставлялось, воды не было, воду мы и все напитки покупали самостоятельно. Это первый момент. Китайские карты наши, российские, не во всех банкоматах принимаются, у них есть банкоматы, которые работают только с картой UnionPay, поэтому я, со своей стороны, старалась помочь как можно больше, я и говорила агентам, если кому-то нужно, пусть ко мне обращаются, я снимала с карты ВТБ 24 юани, там абсолютно нормальный курс, то есть 100 юаней 1000 рублей. То есть приходилось туристам другим помогать? Да, я отдавала юани, мне переводили просто по Сбербанку онлайн, переводили эти суммы. Так вот мы делали несколько раз. Второй момент. У кого-то закончились лекарства, кому необходимо было постоянно принимать. Даже вот я общалась с мужчином, у которого такая простая ситуация, казалось бы, клей для протезов закончился, зубных, и человек не мог кушать. Но со стороны туроператора была оказана помощь, находились переводчики с нами постоянно, они и в больнице ездили, кому необходима была медицинская помощь. Я так понимаю, что медицинская помощь, так как страховки уже закончили, свое действие, она тоже была за свой счет. Был ребенок с пневмонией, которого ездили в больницу, лечили, это было в другом отеле. То есть, конечно, представляете, в чужой стране я даже представить не могу состояние родителей в этот момент. Действие медицинских страховок окончилось, и не все медицинские компании, опять же, могут оформлять страховки тогда, когда турист находится на месте. То есть она может быть оформлена, но не факт, что она может быть действительно. То есть необходимо пересечение границы, чтобы полис начал действовать. То есть вот такие вот моменты тоже имеют место быть. Ну и самое, конечно, опять же, ужасное, что мы были в состоянии нелегалов. То есть мы были без виз, без визовых списков, никто не мог улететь через Китай, там были недорогие билеты. Кто-то опоздал на конференцию. То есть вот женщина была, которая нужна была в подельник, на конференцию в Москву не вылетает. То есть понятно, командировки, работа, да, все пришлось отставить на неопределенный срок. Оксана, в чем проблема случилась? То есть понятно, что там что-то случилось с самолетом, да? Почему недополнительного борта не было предоставлено, по сути-то? Была поломка в гидронасосе, но эту информацию мы узнали только после того, когда уже началась паника. Это вечером 24 ноября, когда мы сидели на чемоданах, ожидали вылет, и нам сказали, что все-таки борт к вылету не готов. Когда уже начали снимать обращения, и я со своей стороны тоже максимально отправила во все средства массовой информации, для того, чтобы хоть как-то и федеральные тоже каналы поднять, порядка 15 комментариев где-то за эти сутки дала, тогда уже Министерство по туризму обратилось к нам. То есть пошла уже какая-то волна, уже стали отобрать на свой контроль. Но я так понимаю, в МИД тоже вы в принципе обрастились практически сразу? Звонили, да, звонили, звонили в посольство, сказали, что ваши права не наружные, так как вы находитесь в гостиницах, вам предоставляется питание. Только после этого Ирайра прислали официальное письмо о том, что сломан гидронасос, деталь была оплачена, заявка поступила, этот гидронасос должен был прийти из Англии в Гонконг, но когда в Гонконге поднялись на самолет, который должен был ее доставить, оказалось, что этой детали нет. Типа человеческий фактор, забыли отправить гидронасос. И вот мы в течение еще суток ждали, когда гидронасос придет, он пришел, соответственно, часу 8 понадобилось на замену, потом прошли все необходимые тесты, и только после этого было принято решение о том, что пассажиры могут лететь. Ну действительно, в итоге вам за какой срок пришлось собираться? В 12 часов ночи нам позвонили и сказали 15 минут на сборы. Все, да, и полетели. Я так понимаю, в Хайколу тоже не было слишком жарко в это время. Ну плюс 20. Около плюс 20, да, поэтому люди, понятно, что кутались все, кто во что мог, да, и спать приходилось на кроватях, я так понимаю, вы вообще втроем на одной кровати под одним одеялом. То есть это надо понимать действительно. Но в этой ситуации, так понимаю, ничего сделать не могли, да. Здесь общались только с представителем туристического агентства или с кем? Очень хорошо помогали коллеги, они со своей стороны также пытались и в Ростуризм дозвониться. Но у меня муж звонил в Турпомощь, телефоны были отключены, звонили в Ростуризм, звонили в Росавиацию, дозвонились в Росавиацию, сказала, что они в курсе ситуации. То есть поддержка на самом деле шла вот со стороны России, она шла, по крайней мере от людей, она шла отовсюду. Вот. Другой вопрос, да, почему не могли прислать запасной борт, но это либо вопрос финансовый, потому что это все-таки дополнительные расходы, которые нес туроператор, как я понимаю, может быть, они не совсем это хотели делать. И проблема в том, что не все в Китае проходит так просто. У них есть определенный порядок согласования рейсов. Но с другой стороны, это форс-мажорная ситуация, и по идее, я думаю, что все это можно было решить. Ну, получилось так, как получилось. Что теперь? Отвернет это туристов, по твоему мнению, от Санья? Или же это какой-то единичный случай, не обязательно он повторится? Ну, на самом деле, за мои 7 лет работы, вот такой случай, чтобы туристы в течение фактически недели не могли вылететь, это единичный. Максимальные задержки, которые случались с чартерными рейсами, это сутки, ну, полутора суток. Как правило, туристы, когда находятся, например, в Таиланде, Вьетнаме, либо где-то на курортах, их размещают либо в их гостиницах, то есть узнают уже об этом заблаговременно, а не так, что перед, там, за 10 минут до начала посадки. По поводу вылетов из Благовещенска, ну, меня сейчас спрашивают, будем ли мы работать, мы решение приняли, когда начались проблемы уже с заселением, с ранней выпиской, сама я это тоже на себе прочувствовала, нам за час три раза меняли время выписки из гостиницы, то утром, то вечером, то опять утром, поэтому мы смотрим все-таки, как это установится, хоть какая-то у них нормальная система вылетов и приемов туристов. То есть пока есть вопросы, да? Да, вопросов сейчас, на самом деле, еще больше стало. После этой ситуации. Оксана, ну что ж, я действительно могу только порадоваться за то, что все это закончилось хорошо, долетели, хотя я знаю, многие люди волновались, действительно, как вы так на сломанном самолете рискнули, не побоялись лететь. Ну, самолет все-таки не сломан, а отремонтирован, это разные вещи. Да, ну тут действительно хорошо, все, что хорошо кончается, надеюсь, что наши туристы действительно больше не будут попадать в такие ситуации, и власти как-то будут более пристально следить за туриндустрией, потому что если такое случается, ну уж явно надо вытаскивать и побыстрее. Ну, конечно. Спасибо большое и удачи. Яна Понаш, сегодня с гостями была Оксана Гаврилова, руководитель туристического агентства. Вы смотрели программу «В центре». Внимание, до скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин